Всем добрый день! В этом путешествии мы познакомились с очень чудесной, миловидной, очаровательной женщиной. Она из России, она сама сейчас представится. Зовут меня Дягилева Вера Валентиновна. Я очень люблю путешествовать на круизных лайнерах и путешествую уже в десятый раз. На этом корабле впервые предпочитаю компанию, итальянскую компанию Costa Cruises, ласково мы называем «Косточка», и МСЧИ. Это уже десятое мое путешествие за два года. Верочка, как вам впечатление? Ну, начну с самого основного. Какова ценовая политика? Вы же путешествуете сами по себе, покупаете. Где вы покупаете эти путевки? Есть ли у вас какие-то скидки? Как вы, в общем-то, подбираете себе круизы? Расскажите в двух словах. Ну, в двух словах сказать сложно. Я вам скажу так. Мне не нравится отдых на пляжный отдых. Я люблю двигаться. И поэтому, когда меня познакомили с морскими путешествиями, это меня заинтересовало. И вообще, после всех моих нескольких путешествий, я считаю, что круизный отдых – это самый лучший и самый доступный. И по цене, и по качеству. Потому что на кораблях, во-первых, почти ежедневно мы бываем в новых местах, а во-вторых, на корабле все сутки вас развлекают. А ценовая политика вообще, она сравнима с отельным отдыхом. То же самое мы платим, как и в отелях, но в отелях о вас никто не думает. Вы заплатили, и все, и вы сами себе предоставлены. А здесь программа построена так, что ты, если тебя не интересуют танцы, то идешь на концерт. И самым уникальным является то, что на каждом корабле существуют театры, где выступают артисты с мировым уровнем. Уровень очень высочайший. Здесь и акробатика, здесь и сольное пение, здесь и шоу. И неважно, на каком языке ты говоришь, здесь в театре все понятно. И театры очень комфортные. Там можно взять себе напиток. И если у вас все включено, то это без ограничений. А если у вас не включены спиртные напитки и другие напитки, то это все равно стоит доступную, недорогую цену в пределах 5 евро. 5-6 евро. Что вас еще интересует? Верочка, ну нас интересует, сколько же вы заплатили за этот круиз? Это зависит от того, какую каюту вы выберете. Я со своей подругой сейчас взяла себе каюту с балконом, потому что она боится замкнутого пространства. Но вообще, конечно, это не имеет значения, вид каюты. Потому что, если вы взяли внутреннюю каюту, она, конечно, в полтора раза дешевле, чем с балконом и снюю каюту. Вот. Ну, если вы взяли внутреннюю каюту, то вы все равно в каюту приходите только спать. Это вам не отель, потому что здесь в каюте делать нечего. Вы только именно приходите отдыхать. Именно ночью, потому что днем полно холла, полно всяких залов, где есть отдохнуть. Здесь есть тренажерные залы, здесь есть беговые дорожки, здесь есть все для комфортного отдыха, активного отдыха. Но то же самое, можно сказать, и для тех, кто любит одиночество. Ради бога, здесь столько залов, где вы найдете себя. И на каждом корабле есть и библиотеки, есть игровые комнаты, где вы можете сесть за стол и поиграть со своими спутниками. И в каждую, ну, во что хотите. В общем, Верочка, некогда нам скучать. У нас еще впереди два города Малага, Аликанта, а потом Барселона. И мы очень рады, что наша компания познакомилась с такой очаровательной девушкой, даже женщиной тяжело назвать, которая веселая, энергичная, и в танце, и в песне. Я думаю, что мы будем дружить. И, конечно же, мы вас подключим, вас пригласим к нам, в нашу компанию, в нашу команду, Инкрузос, где вы будете еще больше путешествовать. Спасибо вам большое, Верочка. Пожалуйста. Я еще хотела сказать. Дело в том, что когда я познакомилась с этими людьми, те, что стоят напротив меня, и я узнала их цены, я была в шоке. Поэтому я с удовольствием, потому что мы платим через турагентов, через туроператоров намного дороже. Поэтому я сейчас с удовольствием вступаю вот в эту группу и, так сказать, буду теперь привлекать уже всю свою семью, потому что по их ценам я уже могу бесплатно пригласить и дочь, и, ну, короче, и всех родственников. Все правильно. В общем, у нас будет увеличиваться количество очень интересных. Ну, и, конечно же, мы приглашаем великий Сочи, город Сочи, Краснодарский край к нам в гости в Украину, в город Киев. Я думаю, что будем дружить, будем дружить с семьями. Спасибо, Верочка. Удачи вам. Пожалуйста. Всего доброго. Продолжение следует...